МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русскому языку, если верить лингвистам, ничего не грозит, даже новые слова. Этот язык иностранные заимствования немедленно адаптирует под себя, прибавляя суффиксы. Камерунские и финские языки считаются самыми трудными в изучении. В финском языке насчитывается 15 падежетов, в 2,5 раза больше, чем в русском. Испанский язык выучить намного проще, а вот русский нужно прочувствовать. В русском языке около 500 тысяч слов, 40% из них заимствованы. Некоторые в нашем лексиконе так давно, что кажутся родными. Мы выбрали 4 слова. Баня, сегодня лук и кисель. Какие из них, откуда к нам пришли? Ребята, сейчас я вам покажу 4 слова, и вам нужно будет определить, позаимствованы эти слова из каких-то других языков, или же это исконно русские слова. Первое слово сегодня. Мне кажется, это русское слово. Может, позаимствованы? Может, или нет, да? Да, знаю. Но вряд ли. Следующее слово – кисель. Ну-ка, девчонки, давайте там лук и кисель. Как же это будет? Французский. И последнее слово – баня. Баня – исконно русское слово. С давних времен пошло то, что русское баня. Теперь правильный ответ. Сегодня лук и кисель – исконно русские слова. Но больше всего ошиблись с такой родной баней. Слово баня греческого происхождения упоминалось еще во времена Гомера. Будем знать. Родной язык накладывает отпечаток на каждого человека с того момента, как он начинает говорить. И когда человек изучает иностранные языки, то не просто узнает новые слова, а расширяет кругозор и учится по-новому смотреть на мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова